Друзья, всем привет! Меня зовут Артём, и вы на канале 69 Хобби. После выхода ролика об уходе за колоновидными яблонями, меня завалили вопросами, причём одними и теми же. Почему они не цветут? Или почему они цвели, а теперь больше не цветут? И так далее. Устав отвечать на одни и те же комментарии, никто не читает почему-то предыдущих пользователей, хотя в них часто оставляют очень хорошие комментарии и отвечают на ваши же вопросы другие пользователи с опытом. Всегда читайте комментарии. В общем, решил создать целиком видео на эту тему. Ссылки на видео об уходе и об обрезке, отдельно есть видео колоновидных яблонь, оставлю в описании под видео. Есть такая штука, описание под видео. Там авторы специально для вас на Ютубе оставляют разные полезные вещи. Пожалуйста, читайте их и задавайте потом глупых вопросов в комментариях. Где взять это, где взять то. Там всё обычно есть. И личная просьба. Если вы смотрите видео, листая его, не задавайте потом глупых вопросов и не комментируйте, что автор упустил вот это или упустил вот это. Иногда я что-то упускаю. Здесь, как говорится, у всех бывают провалы. Но в основной своей массе это просто глупые комментарии. Крик души. Спасибо. Итак, почему же не цветут колоновидные яблони? Поехали. Итак, давайте сразу разобьём проблему на две части. Первое. Это яблоня никогда не цвела. И второе. Цвела, но больше не цветёт. По первому варианту самые распространённые вопросы. Посадил. Четыре года прошло. Пять лет прошло. Шесть лет прошло. Ребята, терпение у вас. Просто можно позавидовать. Я бы уже давно всё это вырубил, выкинул нахрен и вообще не занимался бы этим. Либо посадил бы просто другое дерево. Первое, на что нужно обратить внимание, это подвой. Подвой бывает семенной, а бывает клоновый. Колоновидные яблони в основной своей массе должны быть на клоновом подвое. Этим объясняется их низкорослость, высокая урожайность и прочие, прочие, прочие факторы. Но бывает так, что с какой-то целью был применён семенной подвой. Семенной подвой выращивается из семени, исходя из названия. Соответственно, его признаки – это развитая, углублённая корневая система, высокорослость. Практически все силы он отдаёт на питание древесине. Отсюда более низкое плодоношение, более мелкие плоды. Но в силу этого живёт он гораздо дольше. Этим объясняется, что у меня сорт, допустим, джин, высокорослый, а у кого-то этот сорт – карлик. Или наоборот. То есть вроде бы один сорт, но абсолютно разные, с людьми переписываешься абсолютно разные у всех деревья одного сорта. У одного яблоки вот такие, у другого вот такие, дерево вот такое, дерево вот такое. Вот такое – вообще зоопарк. Но я думаю, что всё дело в подвое. Ну и, собственно, самый главный признак этого подвоя – начинается плодоношение с 4 по 7 год жизни. Поэтому у кого-то есть семенной подвой, возможно, что как раз причина в этом, что вы уже 5-6 лет ждёте, а дерево всё не плодоносит. Оно просто ещё не вышло на свои характеристики. Но к тому времени оно должно быть уже достаточно высоким, если это семенной подвой. Отсюда и подколы. Ха-ха! 15 лет колонны живут, а я с 80-го года выращиваю вот одно и то же дерево. Ну, ха-ха! У вас семенной подвой, вот и всё ха-ха! Потому что клоновый подвой живёт до 15 лет. Итак, клоновый подвой. Система корневая мочковатая, расположена поверхностно. Отсюда требования к поливу. Отсюда низкорослость. Подвои клоновые для колоновидных яблонь бывают карликовые и полукарликовые. Соответственно, отсюда и рост. Бывает совсем там полторашечка, бывает до двух метров. Ну, в среднем 2-2,5 метра клоновый подвой даёт. Не больше. Из-за того, что корневая система поверхностная, обязательно требуется подвязка к чему-либо. Либо к шпалере, либо к какому-то колышку, либо растяжке ставится, потому что под урожаем его просто выламывает, вырывает из земли. Вот в ролике, по-моему, об обрезке, как раз вот я просто взял и рукой вырвал трёхлетнее дерево, вообще не напрягаясь. Потому что корневая система, как у молитвы. Соответственно, такие деревья используются для интенсивных садов. То есть быстро, на следующий год, либо в год посадки двулеткой, либо на третий год, такое дерево должно начать давать урожай. Бывает сорта с задержкой ещё там на год, но в основной своей массе, вот я всё, что посадил, у меня в тот же год уже были цветы. Там я их пообрывал, на следующий год уже были яблоки. Соответственно, при правильном нормировании урожая плоды всегда крупные, и их гораздо больше, чем на семенном подвое. Да, и выращивается такой подвой вегетативным способом, соответственно, через черенки. То есть там через семя, здесь черенкование. И, соответственно, срок жизни этих деревьев 15 лет. В среднем 15 лет. Это срок жизни. То есть, понимаете, человек тоже живёт 80 лет, там 70 в среднем, но размножаться, извините за, так сказать, такие термины, он может в определённом возрасте. Так и здесь. То есть есть 5-7 лет у этих деревьев, когда они интенсивно плодоносят. Потом плодоношение начнёт, естественно, снижаться. А не так, что 15 лет, всё в яблоках, а потом и умер. Нет, такого не будет. Это что касается подвоев. Дальше. Вторая причина, почему может яблонь не цвести много лет. Может быть, она вообще у вас никогда не зацветёт. По одной простой причине вы её посадили не в том месте. Они любят очень много солнца. Если солнца мало, то цветение очень скудное, либо его вообще нет. Если вообще посадили в тени, и основная часть дня оно в тени, то вообще вы можете никогда не дождаться. Проще его пересадить просто в солнечное место. Потому что вот у меня здесь солнце, а вот джин и васяган, кстати, просили меня показать джин. Вот у меня джин 2,5 метра вымахал за 2 года. И при этом только в этом году он весь усеянный. И васяган весь усеянный. А там были берёзы, которые всё закрывали. 2 часа было солнца в день. Ничего я не мог добиться. В этом году всё на солнышке. Практически весь световой день. Чуть-чуть полутень там как раз в полдень. И всё прекрасно. Всё в плодах и цветах. Как вот вы можете видеть сейчас своими глазами. Ну и третья причина, по которой вы можете никогда не увидеть цветение, это простой элементарный обман. Мягко говоря. Потому что торговцы, нечистые на руку, очень часто пользуются тем, что большинство людей в принципе не разбирается, что они покупают. На дороге это уж тем более. Я молчу. В питомниках ещё как-то следят за этим. На дороге вам могут всучить что-то похожее по листочкам на колоновидную яблоню. Но в результате это будет просто простое дерево. Даже не плодовое. Так что если вы очень терпеливый человек, конечно, можно ждать. Но вы понимаете, если у вас дерево должно жить 15 лет, плодоношение у него там с третьего по, условно, 12-й год, и вы уже 7 или 8 лет сидите и смотрите на него, ну, блин, ну вырубите-то вы его, замените просто и всё. Перепривейте в конце концов. Подвой это всегда можно обрезать и перепривить на что-то более. Обрезали с взрослой яблони, с обычной яблони. Сорт, который вам нравится. И просто привейте. Зачем ждать у моря погоды. В ролике про колоновидные яблони, я же так и говорю, хлопотные и геморройные – это занятия. Ну и теперь вторая категория. Это цвела и больше не цветёт. Или цветёт, но мало. Цветёт через раз. Основная причина, может быть, она и не единственная, но я вижу её основной. Это в момент закладки плодушек, плодовых почек, а закладываются они в этом году, на следующий год, после того, как вы собрали урожай. Вот в этот период очень неблагоприятные складываются условия для закладки этого самого урожая. Это может быть дождливая погода, без солнца, похолодание, наоборот, невыносимая жара, засуха, вы нарушили режим полива, плохо кормите, летом не сделали летние подкормки, весенние не вносили, или вносили весенние, но летние не вносили. То есть причин может быть очень много, по которым в данный отрезок времени, там это неделя-две, когда закладка должна была произойти, ну, что-то не срослось. Поэтому в этом году этот цветет, а в следующем не цветет. Обязательно нормируйте урожай, чтобы не было так, дерево само регулировало себя. Дерево очень истощается, оно маленькое, хрупкое. Вот посмотрите, все усеяно буквально цветением. Сейчас вот они уже завязываются, я буду нормировать, по 2-3 оставлять яблоков в соцветии, остальное все удалять. И тогда каждый год, вот уже четвертый год, вот оно все время вот в таком. Да, оно не выросло. Вот смотрите, за 4 года мой рост 1,76 м. Вот оно, сколько тут? Ну, полторашка. 155, может быть. Оно все усеяно. Но есть вот у меня там президент, допустим, это московское ожерелье, кстати говоря. Есть президент с тройным стволом. Два года подряд, все три ствола, получился канделябр, так как подмерзали макушки, я его обрезал, и пошел канделябр. Все три ствола были усеяны яблоками. В этом году только один ствол зацвел. На остальных не заложилось. Какая причина? Опять же, болезни. В этот момент, вот у меня часто как раз к концу сбора или после сбора урожая какая-нибудь болячка приклеивается грибковая. Обрабатываешь, вроде дерево спас, а все, урожай уже не завяжется на следующий год. Поэтому следите обязательно за поливом, если стоит жара. 10 литров минимум на такое дерево, если стоит жара и засуха, 20 литров в неделю. Нужно поливать. Если у вас клоновый подвой и корни поверхностные. Подкормки. Весенние. Две весенних. Одна летняя. И одна осенняя. Обязательно помните, что с середины лета вы не кормите азотом. Иначе древесина не вызревает. Вы дадите сильный рост побегам, но древесина не вызревает. И как раз это и дает подмерзание почек. Поэтому с азотом очень аккуратно. Обязательная подкормка после сбора урожая. Дерево истощается. То есть, считайте, у вас каждый год вот эта палочка, то есть, как вот ягодники вы кормите, смородину, малину постоянно, потому что они постоянно отдают урожай. Так и здесь. То есть, если крупные яблони могут там через год плодоносить, отдыхая, этим мы мучаем как следует. Ну и, как я уже говорил, своевременная обработка от болезней и вредителей. В принципе, если у вас есть свои версии, почему колоновидные яблони не цветут, кроме того, как в комментариях пишут, все это говнище не наше, ну, тогда пишите. Будет интересно почитать всем зрителям канала. На этом все. Любите свой сад, и он обязательно ответит вам взаимностью. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok